Юбилей Победы в Великой Отечественной войне посвятили очередной конкурс «Хоровод традиций», который проходит в Ижме. В творческом состязании под названием «Вермим» в переводе с коми «Победили» приняли участие 9 школьных коллективов. На основе рассказов односельчан, бабушек и дедушек ребята поставили сценки, показали какой была жизнь в тылу. Проводы на войну, работа в колхозе, встреча Победы. Ирина Кононова ценила постановки юных актеров. Участники переодеваются прямо в зале. Военная тематика конкурса сразу понятна. На ребятах солдатские гимнастерки у одного из юных актеров на плече музейный ППШ. Браколанский коллектив свою историю начинает с пристани, где провожали на войну. Для оставшихся фронт был здесь, в тылу. Вот бригадир колхоза прерывает песню девчонок и дает указание, кому траву скосить, а кому остричь овец из собственного хозяйства и сдать шерсть в государству. Но вот гудит пароход. На побывку приехал солдат. С собой привез письмо Ивана Рочева, родственника, который потом пропадет без вести. Его правнучка Виктория Филипова сыграла одну из ролей постановки. Она даже бабушкину одежду надела для правдоподобности. Когда война началась, бабушке было 18 лет. Я спрашивала, в чем они ходили тогда. Она мне дала свою одежду. Остальное искали в селе. Традиционное платье ведь долго носили. У многих оно сохранилось. Во всех постановках реальные судьбы, реальные герои. Материал школьники собирали сами. Благо в каждом Ижемском доме бережно хранят воспоминания о своих дедах и прадедах, о жизни во время войны. Только я скажу, давайте дети вспомним судьбу ваших дедушек-бабушек, через какие трудности им пришлось пройти. И они сразу забывают о своих телефонах. А у меня вот это, а у меня вот то-то. Они ведь даже похожи на своих прадедов, прабабушек. Им ведь тоже тогда было 17-18 лет, когда ушли на фронт. И вот я смотрю, они играют, и у многих слезы на глазах. Слезы не скрывали и члены жюри. Ребята не просто показывали истории из военной жизни сел. Они их словно проживали. И еще один критерий – традиционность. Жюри смотрело, чтобы материал был именно ижемским, а не общим. Видно, что дети собирали материал именно в своем селе. Ведь даже у каждой деревни есть свои традиции. Лавры победителя поделили сразу три коллектива. Кроме дипломов им достались утюги, чтобы гладить театральные костюмы. «Победа, маме, победа!»